приветствую вас бойцы но и пришло время новостей и у нас как всегда самые топовые горячие новости ну и томить не будем и сразу приступим и в старте у нас экс-российский чемпион пётр ян как рассказывает пётр он отклонил предложение покинуть россию и переехать страну где будет проще тренироваться и продвигать свою карьеру пётр сообщил что его постоянно домой тянет менталитет так настроен дома родные близкие ты здесь родился вырос здесь твой дом у меня было много различных разговоров и предложений о том чтобы переехать куда-то пожить вне россии в другой стране где проще тренироваться драться ближе развитие будет происходить быстрее но я не принял это предложение я посчитал что мне это не нужно я всегда выходил с флагом для меня это приятно я патриот своей страны тем самым я показываю пример многим в том числе подрастающему поколению и тем кто сомневается также пётр ян оценил шансы другого российского перспективного бойца армана царукьяна на чемпионство и и все пётр думает что арман царукьян сможет стать чемпионом и оси поскольку армана есть все навыки амбиции и возраст тоже позволяет вопрос в том когда это произойдет люди становятся чемпионами и в 35 лет когда никто не верит что это может произойти если арман останется в том же фокусе тем же настроем будет верить в свою мечту и цель визуализировать ее и приближать то все реально но далее фанат мма набил стрелку на разборку все помнят тот прикол на конференции с арманом царукьяном про палки арман вот это вот девочка которая рядом с тобой сидит сколько бы палок я кинул брат честно скажи парочка мой бой так вот как сообщает хохмач вахо бруклин его типа ищут чтобы разобраться вследствие чего он жестко обратился к хейтерам отмечу что в вахо не ограничивал себя в цензуре поэтому полное видео будет в телеге я написал а сейчас я скажу я хочу сказать вот этим вот инвалидом и полумертвым хуясосом которые пишут что они меня якобы ищут и не могут найти 13 апреля я буду вегасе на юэфси 300 я ваш рот ну а далее корме считает что юэфси стрикланда кинулись чемпионским поединком этот бой уитакер и чимаев говорит мне о двух вещах первое эти двое будут драться в саудовской аравии чтобы решить кто получит титульный шанс это то что очевидно и находится на поверхности и второе следующий бой за титул в среднем весе уже назначен в юэфси уже знает что израиля десаня будет драться с дюпляси что это значит для шона стрикланда но я чувствую что организация боя между чимаевым и такером отодвигает его в сторону а вот другой боец юси джейк дело мадалена назвал дату боя вероятного соперника и несмотря на то что многие утверждают что бойцы избегают поединка с шавкатом рахмоновым мадалена опровергает эти слухи по словам австралийца на прошлой неделе перенесшего операцию он рассчитывает принять участие в номерном турнире и си 305 при этом предпочтительными соперниками для себя австралийский боец считает камара усмана либо шавката рахмонова а тем временем роберт уитакер обещает войну хамзату чимаеву роб сообщает что с нетерпением ждет возможности проверить насколько оправдан хайп вокруг хамзата мне хотелось бы думать что я выйду на бой с преимуществом скорости и ударки однако из самых сильных его сторон является способность навязать сопернику борьбу но в случае со мной ему будет трудно это сделать из-за моей дистанции и умение контролировать пространство думаю это будет тяжелый бой я хочу навязать ему в войну и заберу победу это ставит меня в идеальную позицию для боя за титул который всегда был моей целью бой с чимаевым это бой за хайп и всеобщее внимание в настоящий момент он является главным богемайном дивизиона никто не хочет с ним драться но я собираюсь с ним столкнуться и это будет весело такие бои приводят меня в восторг и мотивирует потому что это проверка это те бои награда в которых является честь и слава ну а тем временем майк тайсон ответил критиком поединка с джейком полом а мне 58 и что я получаю миллиард просмотров просто говоря боя все даже большинство спортсменов просто завидуют они не могут даже продать арену кто в возрасте 58 лет способен распродать восьмидесяти тысячный стадион как вы думаете почему джейк пол хочет драться со мной а не с кем то еще все боксеры хотят с ним драться но если он будет выбирать их на бой придут только фанаты джейка даже родители его соперников могут не прийти но и переходим главе чеченской республики рамзану кадырову который отреагировал на изменения в форме хамзата чимаева в преддверии поединка к бою против роберта уитакера ранее хамзат опубликовал несколько фото со своей подготовки к поединку а многие фанаты подметили что чимаев довольно неплохо набрал мышечной массы это заметил и рамзан кадыров поставив лайк на публикацию чимаева что сейчас делает довольно редко не секрет что рамзан кадыров давно поддерживает чимаева и всегда за него болеет однако также за этой дружбе у чимаева возникли сложности с получением визы в штатах которую ему уже отклонили в пятый раз насколько борза чимаева и оси сможет удерживать в активности в таких условиях точно остается вопросом но и двигаем к следующему комаро усман узнал имя следующего соперника и дату боя бывший чемпион юси комаро усман свой следующий поединок должен провести 1 июня на турнире юси 302 как сообщают сразу несколько источников соперником усмана станет экс чемпион шон стрикланд бой усмана и стрикланда пройдет в рамках среднего веса стоит отметить что бойцы уже встречались в очном поединке в семнадцатом году тогда усман побил стрикланда единогласным решением судей мы двигаем карману цару киану который рассказывает что каждый день думает о реванше с махачевым и успокаивает себя тем что ему остался один шаг до этого выиграть оливейру и далее бой с исламом а вот шон умели эмоционально высказал свое мнение в адрес борза чимаева чимаев против уйтагера это огонь хамзат очень интересный персонаж но его уровень по-прежнему вызывает вопросы многие люди считают что в поединке с камара усманом он выглядел неубедительно но и переходим к позитивному маги исма который мудро высказался о пенсионной реформе в негативном ключе оспорив слова другого спортсмена но и вначале отмечу что ранее легендарный борец греко-римского стиля александр карелин который после завершения спортивной карьеры начал карьеру политика в роли депутата госдумы был одним из тех кто проголосовал за повышение пенсионного возраста а позже и вовсе произнес скандальную речь о пенсионерах и ждевенцах заявив что дети должны помогать родителям они ждать помощи от государства мага был жестким свои высказывания я считаю что с 55 лет должен пенсионный возраст начинаться чтобы люди хотя бы могли потратить те деньги что у них государство забирает которые потом государство им же и будет выплачивать вот эту пенсию чтобы человек хотя бы успел их потратить те деньги которые он всю жизнь туда отдавал чтобы потом их мог потратить а так ему 3 года жить осталось он не успеет потратить то что высылал государству это же неправильно он должен успеть потратить свои деньги это его деньги не государства и я не согласен с карелиным в смысле дети должны обеспечивать родителей а зачем тогда государство берет у них деньги пусть тогда дети сами порешают это со своими родителями почему должны отчислять деньги со своей зарплаты налоги для чего эти налоги чтобы тебе потом эту пенсию и давали они берут твои же деньги чтобы тебе потом их и возвратить когда ты работать не можешь они же свои деньги не дают правильно и лично я не рассчитываю на пенсию в будущем при таком государстве не рассчитываю я по-моему не доживу послушайте смерть истина они оттягивают слишком далеко точно не доживу до пенсии сейчас пару готиков пройдет еще оттянут скажут что-то у нас долгожителей много давайте еще попозже сделаем пенсия с 90 лет будет но это даже смешно говорить об этом в общем мага не стесняясь высказывается о насущих проблемах в принципе как и всегда но далее стало известно что одного из сильнейших борцов абдул-аршида садулаева решением мог не допустили к лицензионному олимпийскому турниру 3 апреля объединенный мир борьбы оповестил федерацию спортивной борьбы россии что международный олимпийский комитет заблокировал абдул-аршида садулаева возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта лицензионного турнира в боку а вот александр шабли жестким посланием обратился к усману нурмагомедову заявив что усману не поможет не хабиб не ислам махачев и шабли заберет этот пояс помощь хабиба и махачева это закономерно и естественно первое родственник второе они понимают что в моем лице оппозиция непростая я сам осознаю что в этом лагере тренируется ислам махачев который является лучшим легковесом современности то есть у усмана в команде два лучших легковеса последнего десятилетия и они ему помогают в подготовке непростой бой для меня тактически они тоже будут строить планы чтобы обезвредить мои лучшие стороны и навязать свою манеру меня это мотивирует больше тренироваться и скурпулезно относиться к своей подготовке понимаю что с той стороны в команде работают настоящие профессионалы чтобы меня обезвредить но усману никто не поможет ну а в завершении мы переходим к звездному ирландзе коннору макгрегору как стало известно макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцов юси 2024 года в двадцать четвертом году допинг-тест сдали 639 бойцов в организации и конор сдал 5 тестов больше чем любой боец промоушена ближайшие преследователи макгрегора это майра силва шон стрикланд темба гаримба с тремя тестами пётр ян в 2024 сдал два допинг теста а вот масса его и формат сарукян мухаммад маккаев хамза чимаев магомед анкалаев сергей павлович александр волков александр романов и сергей спивак по одному тесту ну и уже тренер чальза оливейры со слов чальза оливейры пополно издал их с двойного чемпиона и звездного ирландса конора макгрегора как сообщает оливейра конор макгрегор два года назад уговаривал чарльза оливейру отказаться от поединка с исламом махачевым в котором махачев финишировал бразильца и завоевал вакантный чемпионский пояс об этом в интервью подробно сообщил тренер оливейры диего лима перед Перед боем с Махачевым Макгрегор писал Чальзу, просил его подождать и не драться с Исламом. У них была личная переписка, и Макгрегор прислал ему видео, где он тренируется и бежит по пляжу. «Если бы мы согласились на реванш и решили его ждать, мы бы три года сидели без боев. Мы не можем ждать, мы должны работать». По словам Лимы, по этой же причине они дали согласие на бой с Арманом Царукьяном, который состоится на UFC 300. Мы согласились на бой с Царукьяном, и если бы мы отказались драться с Арманом и решили ждать Махачева, Арману могли организовать бой с Джастином Гейджи на 300 турнире, и в случае его победы все внимание могло переключиться на Армана. Чарльз мог оказаться в тени и потерять свой шанс. Ну и на этом, друзья, я завершаю данный выпуск. С вами канал Абрек ММА, кто еще не подписан, подписывайтесь, накидайте своих чемпионских лайков, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, но и услышимся в следующем ролике. Всем мирного неба, добра, пока-пока.